Поликлиники и больницы в российских регионах должны возвращаться к плановой работе. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранние медучреждения в российских регионах были перепрофилированы в период пандемии на прием пациентов с коронавирусной инфекцией. 1 июня президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи. Российский лидер также обязал Министерство обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в медучреждениях страны для того, чтобы в случае возникновения роста заболеваемости инфекции оказать необходимую помощь. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кэшбэка за покупки туров по России. Соответствующий документ представлен на сайте правительства. Компенсация за покупку туров будет автоматически направлена на карты покупателей в течение пяти дней с момента оплаты поездки. В программе участвуют все регионы России, но по наиболее загруженным направлениям поездки с кэшбэком будут доступны с 1 октября и до конца этого года. Российские вузы с 1 сентября начнут работу в традиционном очном формате. Об этом заявил министр образования Валерий Фольков на совещании Владимира Путина с членами правительства. Со слов министра, во всех учебных заведениях регулярно начнут измерять температуру, а в помещениях дезинфицировать воздух. Ношение масок будет обязательным. Не использовать такие средства индивидуальной защиты можно будет только при проведении учебных занятий творческой направленности. И педагогам во время лекции, уточнил министр. Он также сообщил, что занятия физкультурой станут проводить на открытом воздухе. Зарегистрированная в России вакцина от коронавируса называется ГАМ-КОВИД-ВАК. Об этом сообщили в Минздраве. Она не содержит компонентов ковита, основана на аденовирусе человека. Пациенту она вводится в два приема. Ведомство утверждает, что она позволяет сформировать иммунитет на срок до двух лет. Препарат прошел испытания на нескольких видах животных, грызуны и приматы, а также на двух группах добровольцев, по 38 человек в каждой. Ранее накануне стало известно о регистрации первой в мире противокоронавирусной вакцине. Владимир Путин рассказал, что препарат на себе уже опробовала одна из его дочерей.